В серии я сказал, что из оставшихся 8 туров 5 команд соперников это топ команды и там нам ловить нечего Во-первых, я решил перейти вот на такую тактику Ну а хер ли, фланги не работали в последних играх, в последнем сезоне Поэтому я решил бить через мощный центр И первый матч с Челси нам за 20 минут забивают 2 гола И я думаю, да, нормальную тактику я выбрал Но потом каким-то чудом Масынго один гол отыгрывает Я думаю, херня, просто шара залетела, тем более гляньте на статистику матча Потом хакер сравнивает, тут я думаю, хм, запахло очком А потом я забил такой гол В общем, смотрите сами Короче, с мячом наш новичок Пикфорд, он просто бьет от ворот до ворот кипа Не очень аккуратно играет и Хорта почти с центра поля в пустые Но это нас не спасло от гола на 91-й минуте Но тем не менее, 3 удара в створ, 3 гола и 1 гол Просто дичь Ну и, конечно же, стоит оценить в этом матче Пикфорда Потому что если бы не он, если бы был Митрюшкин, я думаю, что мы проиграли бы 3-14 Но, если честно, я подумал, что это всего лишь удача и не более Матч с Ливерпулем и просто гляньте, какой первый гол мы пропускаем Итак, внимание, с мячом Макс Пауэр Можно отдать пас сюда Можно отдать пас сюда Можно сделать свой стандартный фирменный заброс в пустоту вперед Но как вы думаете, что же сделает Макс Пауэр? Не слышу Да, он отдаст пас на Йовича Вы думаете, что я сошел с ума и это все придумал? Пожалуйста А? Пяточкой на Йовича! Тут я понял, что нам жопа Тем более, буквально через несколько минут Гуэдаш забил второй гол Опять там просто всех на жопу усадил моих защитников Счет 2-0 Просто катастрофа Но Хакет! Хакет, которого я так говнил в прошлой серии Ну, в принципе, за дело Потому что до этого у него был всего лишь один гол за сезон в АПЛ Он сделал дубль И опять, гляньте на статистику Можно похвалить и Пикфорда И опять игра нам завезла То есть за два матча из шести ударов в створ мы забили пять Потом был супер обидный матч с Саунгемтоном Саунгемтон на девятнадцатом месте идет И мы всю игру их возили-возили, возили-возили Но так гол и не выстрадали Видимо, вся удача кончилась в прошлых матчах, подумал я Не тут-то было! Мы обыграли Арсенал, который шел на втором месте Причем первый гол, который мы забили Ну, просто гляньте И вот идет обычная наша атака С мячом Туре Ну, очередной бездарный пас Чилвилл почти что бьет по своим воротам И что это? Какой-то волейбол устроили между собой Лено и Хакет И в итоге мы забиваем гол Ну и давайте я вам покажу просто гол Макса Пауэра Ну, это наш бэк Следом шел матч против Манчестер Сити Которые вообще идут первыми в чемпионате Идут смело к чемпионству Но мы обыгрываем и их! Причем началось все вообще с пенальти в наши ворота Но геройский Пикфорд Вот он эффект, сука, Пикфорда И опять-таки гляньте на статистику игры Как же Пикфорд хорош И как же мои форварды забивают все что угодно И да, мы победили Сити И знаете, у меня прям дежавю В том сезоне Гури начал дико забивать под конец И ушел в Ганновер В этом сезоне Хакет начал забивать под конец У него уже 8 голов ППЛ Из них 7 в последних 6 матчах И Уотфорд ни в какую не хочет аренду продлевать Ну, в принципе, я их понимаю Того, что мы имеем За 3 тура до конца у нас отрыв от зоны вылета 7 очков Это очень хороший отрыв А, ну и еще я продал из Кьюердо за 4 миллиона В какую-то колумбийскую команду Лига Команда называется Лига Вот так вот Хорошее, как по мне, предложение 4 миллиона, учитывая, что он уже стареет Да, он был хорош эти 2 года 18 голов, 9 голевых за 2 сезона С нашей командой Это великолепное достижение Но пожилой человек Пусть отдохнет И знаете, что я вам скажу, чуваки Если сейчас Брайтон Проигрывает Арсеналу То мы остаемся Возможно, в сегодняшней серии Даже матчей не будет Если я все правильно посчитал Ну да, ну да, у них остается всего 2 матча и они нас никак не догонят Да, конечно, жаль, что я вот эти вот матчи не записывал Но я играл их после стрима Ночью уставший под Соя Сидел такой Эх, так, всем, кто ложится спать Спокойного сна И Сой принес нам удачу Нужно будет какого-нибудь азиата подписать Ну и все, друзья Вот так вот Мы остаемся Я думаю, что нет смысла показывать Оставшиеся матчи Потому что, ну, какая разница 15-е, 16-е Или 17-е место Давайте я лучше подведу итоги по сезону Пикфорд Просто красавец-мужчина Если бы не он Я думаю, что мы бы, скорее всего, вылетели Несколько матчей Тупо затащил в Солянова Плюс две пенки отбил И в обоих случаях это принесло нам результат Платтенхарт У него классная техника для флангового игрока Но скорости уже совсем никакой нет Поэтому его я буду продавать Ну, Макс Пауэр Это Макс Пауэр Чувак забил 4 гола Даже улучшил свой прошлогодний результат И тем самым еще минимум годик у нас-то поиграет Рица Просто бездарность Опять-таки, неплохие скиллы Но на поле абсолютно никакой Ни одного голевого паса Туре Под конец я стал его почаще выпускать И он смотрелся получше, чем Агильяр На которого я больше рассчитывал Собственно, вот и Агильяр с, ну, хорошие скиллы Да, он не молодой, но скорость неплохая Выносливость Опека, отбор, навесы, техника, пас Все при нем, но всего одна голевая И постоянные привозы Альоны Чувак с хорошими скиллами С хорошей перспективой Постоянно здорово тренируется Но всего 3 гола забил за первые 4 тура И все И просто все Даже каких-то моментов я у него не вспомню Но радует только то, что я его купил всего за 3 миллиона В любом случае можно будет его выгодно продать Райан Брюстер Неплохой провел сезон Часто травмировался, поэтому он по статистике уступил Луки Бакио, но в целом он постабильнее играл Чижик Один с матчей ВПЛ Ужасная оценка, но вы просто гляньте на историю его, сука, травм И это К 20 годам Андре Грин 3 голевых ВПЛ Но при этом ни одного гола Зато 7 голов в кубках Я не считаю его заменой Эскверда Нужно будет искать Классного игрока на эту позицию Хатер Этот конец нас просто спас Красавчик Роб Холдинг Кто-то скажет, что мы много в этом году пропускали Да, это так Но тем не менее Холдинг при этом 5 раз был игроком матча А учитывая, опять-таки, сколько мы пропускаем Это о чем-то договорит Орта тоже провел хороший сезон Цена аж 30 миллионов Я думаю, что пока что я его, наверное, еще на годник оставлю Керрер по оценке такой же, как Холдинг Но, как по мне, чисто в 3D Он смотрелся похуже Потому что часто обрезал и привозил Но у него 96% выигранных единобор К 0, 6 голов забил в этом сезоне Ну, учитывая, что я использую его как оттянутого форварда Это не так и плохо Но это хуже, чем в том году Кор играет с нами уже очень и очень давно Я продлил ему контракт еще на 2 года В принципе, как затыкать места за 23 тысячи И под конец я его часто выпускаю в опорку, чтобы он зацементировал Пойдет Максим Лопес всего 8 раз выходил на замену Ничего особенного не показал В кубках тоже себя не проявил Я бы его продал Лусамба нас тоже неплохо под конец выручал Масанго, ну, с одной стороны, конечно, глядя на такие скиллы Хочется от него ожидать какой-то феерии на поле С другой стороны, он играет в опорке Поэтому нужно смотреть на его пассы, на отборы и на среднюю оценку А они, в принципе, на неплохом уровне С такими мужиками, как Пикфорд, Холдинг, Масанго, Орта, Макс Пауэр Будем строить, надеюсь, крепкого середняка Первым делом, конечно, нужно будет купить крайки И, сука, я вот, да, я постоянно жалуюсь на то, что у меня много травм И какие-то умники в комментариях пишут Ну, купи ты себе хороших физиотерапевтов Купи, чуваки, откуда вы знаете, какие у меня физиотерапевты Вы думаете, я что, совсем придурок И, типа, совсем не забочусь о персонале У нас лучшие физиотерапевты в лиге Так что то, что у нас куча травм Это все привилегия футбольного менеджера Вообще, конечно, в этом сезоне Стоит поблагодарить не Хакета и не Холдинга За то, что мы спаслись Ну, точнее, не только их, а Брайтон Который просто ужасный сезон провел Сангемптон, Кристал Пелес, я вообще молчу Вот, например, в том году команда, которая заняла 18 место Набрала 32 очка Здесь 27 Я сомневаюсь, что Брайтон за два матча наберет хоть какие-то еще очки И, кстати, в Брайтоне есть крутые футболисты Например, вот этот вот Бист Тьяго Альмада Если Брайтон его выставит на трансфер Я бы, знаете ли, подшакалил бы его себе Но все это будет в следующей серии Которая будет посвящена трансферам Пиньяранда Тоже достойный игрок В общем, ставьте лайки И скоро увидимся Да, сорян, что так получилось, что сегодня без игр Но, чуваки, какой смысл показывать эти матчи Если... Ну, в них нет смысла В общем, всем удачи, всем пока Как мы спаслись, я не понимаю Как мы начинали Это 1-6-0-4-2-12 Чудо Только чудо Макса Пауэра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok